В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Меньше разрез, быстрее восстановление. В Самаре впервые провели уникальную операцию по замене тазобедренного сустава с помощью микроинвазивной техники. Она более щадящая для пациента. Метод в России стал применяться только в этом году. Опыт коллег переняли и самарские врачи. Первая такая операция прошла в больнице имени Пирогова под руководством травматолога из Нижнего Новгорода. За действиями врачей наблюдала Валерия Макарова. Хирургу из Нижнего Новгорода ассистируют самарские врачи. Они пока только перенимают опыт. Операция сложная и суперстерильная, поэтому посторонним здесь не рады. Журналистам на съемки дают несколько минут и просят выйти, чтобы не отвлекать врачей и не тревожить пациентку. До того, как оказаться на операционном столе, женщина два с половиной года мучилась от боли в тазобедренном суставе. Появилась хромота. Изношенный сустав уже через час заменят на металлический протез. Его размер выбирали до операции при ангеновским снимком. Пациентка в сознании, но нижних конечностей не чувствует. Операция проводится не под общим наркозом, а под спинальной анестезией. Плюсов у современной инвазивной техники много. Разрез на 5 сантиметров меньше традиционного. Для пациентов, особенно пожилых, это означает быстрое восстановление. После таких малоинвазивных операций пациенты буквально на следующий день начинают подниматься с кровати, начинают ходить, себя обслуживать. Купируется болевой синдром, наступает более ранняя реабилитация. Пациенты очень короткое время находятся в стационаре. Традиционная операция длится обычно два часа. Современная всего один. Сделать процедуру более быстрой и менее травматичной позволяют новые инструменты. Разработаны они специально для операций на тазобедренном суставе. Действуют точнее и при этом меньше травмируют мягкие ткани. Данная операция выполнена с пользой именно этого протеза. Выполнена впервые в Самарской области. И она выполнена абсолютно бесплатно. Следующим нашим шагом будет выполнение эндопротезирования коленного сустава аналогичным протезам. Всего до конца года мы планируем выполнить около 30 подобных вмешательств. В Самарской области тысячи людей нуждаются в подобной операции. И если сегодня всеми действиями руководил врач из Нижнего Новгорода, то в ближайшее время делать ее будут врачи больницы имени Пирогова. Валерия Макаров, Станислав Левин. События. Долгожителей стало больше. Только в Самарской области проживает 9 тысяч человек старше 90 лет. Первые итоги гериатрической службы в России подвели сегодня на Всероссийском совещании. Повысить качество жизни людей пожилого возраста – одно из приоритетных направлений работы власти на всех уровнях. Немалую роль в этом играет совместная работа медицины и социальные службы. Каких успехов в гериатрии добилась Россия и Самарскую область узнала Олеся Корецкая. Каждый человек должен жить долго и быть здоровым. Именно для этого и работает гериатрическая служба в России. Старикам нужен не только почет, но и хорошее медицинское обслуживание, а также помощь во всех социальных сферах. В настоящее время в стране активно идет процесс старения населения, который ображается в увеличении числа людей старшего поколения. Это вызвано как снижением суммарной функции грабдаемости, так и ростом продолжительности жизни. Комплексный подход нужен. Нам нужны и социальные работники, и работники образования, и медицинские работники. Только тогда мы справимся с теми демографическими проблемами, которые сегодня существуют. Смертность снижается, продолжительность жизни растет, но проблем еще много, отмечают участники Всероссийского совещания по гериатрии. Здесь представители медучреждений из более чем 50 регионов страны. Делятся опытом, сравнивают показатели. Самарскую область ставят в пример. Здесь уделяется большое внимание людям старшего поколения. В прошлом году открылась гериатрическая больница и профильный научно-практический центр, а на базе медуниверситета начала работу кафедра гериатрии. На совещании наградили тех, кто вошел в список 500 лучших терапевтов страны. В Самарской области их трое. От работы терапевтов на участках в большой мере и зависит здоровье людей преклонного возраста. Они нуждаются в постороннем уходе близких. Близким людям надо работать. Поэтому большое значение имеет помощь социальных служб. Для родственников. Наш участок находится прямо в микрорайоне. Медицинская помощь доступна нашему населению. Бабушки могут даже зайти просто прогуливаясь, гуляя, зайти по мере давления, поговорить с врачом по каким-то проблемам. Даже не всегда медицинским. В Самарской области более 600 тысяч человек старше 60 лет. Есть и почетные долгожители, кому перевалило за 100. Повышение качеств медицинской помощи ощутили на себе и самарцы. Валентина Писарева в поликлинике частый гость. Все, что выслушают, направления какие-то дают. Я операцию на глаза брала, это направление. Я считаю, нормально. Я не знаю, как другим. Вроде бы все хорошо. Медработники напоминают. Результат лучше, когда пожилые пациенты сами заинтересованы в своем здоровье. Вовремя проходят профосмотры и диспансеризацию. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Жителям дома на Самарской за право проживать в своей квартире приходится судиться с собственными соседями. Такой выход людям предлагает компания, которую подозревают в двойной продаже жилплощади. История длится уже несколько лет. Новые претенденты, накупленные другими людьми квартиры, уже добились выселения двух семей. Сейчас за право оставить в собственности свою жилплощадь борется и вдова заслуженного артиста России Александра Амелина Ингрид. В резонансном деле разбиралась Алина Чемерес. Для меня это нереально. У меня, я уже говорила, ипотека это до пенсии. И получается, я останусь без жилья, без всего, а долги останутся на всю жизнь. То есть я вообще не знаю. История Джамиле Ефаровой началась несколько лет назад. В 2013-м она купила квартиру в историческом центре города, у застройщика. Но когда пришла оформлять собственность, оказалось, что на ее жилплощадь претендуют и другие владельцы. Начались тяжбы, которые женщина проиграла, и ее вместе с дочерью выселили. Взамен двушки женщине предложили однушку, несколькими этажами выше. Пообещали, проблемы закончились. Другим человеком оказалась Ингрид Амелина, вдова заслуженного артиста России Александра Амелина. Узнав, что на ее квартиру претендует соседка, была в шоке. Женщина покупала жилплощадь также у застройщика, ЗАО ЭДС. Тогда ничего подозрений не вызвало. Договор подписывался при мне, не через какие-то, вторые, третьи лица, прям напрямую. Квартиру показывали они сами лично, перед покупкой. Договор был зарегистрирован в рекопалате. После этого были перечислены финансовые средства на счет ЗАО ЭДС, на что имеются чеки официальные и официальные кассовые ордера. О том, что ее квартира была продана дважды, Амелина узнала год назад. Тогда право собственности суд признал за ней. Таких, как Ингрид, по словам ее адвоката, в доме немало. В мутном деле могут фигурировать десятки квартир. По этой схеме, кроме Ефаровых, выселили еще одну семью. Как оказалось, одни и те же квадратные метры одновременно с застройщиком ЗАО ЭДС продавал и подрядчик «Спектр Плюс». Но якобы договор между двумя организациями предполагал не передачу квартир, а право подрядчика найти дольщика на покупку жилплощади. К этому договору есть приложение. В нем перечень квартир, которые ЗАО ЭДС будто бы передает «Спектр Плюс». По ходатайству Амелиной была судом проведена судебная комплексная почерковическая и техническая экспертиза, которая установила, что подпись директора ЗАО ЭДС Курлыкова в приложении номер один к тому самому договору 25.03.2005 года не принадлежит Курлыкову, а принадлежит неустановленному лицу. Мы в самом начале, Ваша честь, утверждали в заседании, что это не Курлыков. Но почему-то во все СМИ и в правительских органах написали, что мы поделали подпись Курлыкова. На самом деле это Шепель, который имел право подписи, и у нас есть форма 2, форма 3, сданных в налоговый орган, а где написан сам Шепель, и имел право подписи, и он состоял в учредителях. Право собственности на квартиру суд снова признал за Ингрид Амелиной. Джамиля Ефарова намерена бороться дальше, но только не за квартиру соседки, а за свою, которую три года назад купила в ипотеку и где сейчас живет на птичьих правах. Новые владельцы разрешили ей вернуться, но вот надолго ли? Вопрос риторический. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Им сверху видно все. В Самарской мэрии на борьбу с несанкционированными свалками планируют привлечь современные технологии. Беспилотники будут патрулировать город, нарушители ждут беспощадные штрафы. Кроме того, водители грузовиков, которые выгружают строительный или бытовой мусор в местах для этого непредназначенных, будут проверяться по всем статьям от наличия разрешения на работу до техосмотра машины. Об ужесточении борьбы с теми, для кого словосочетание «чистый город», «пустой звук» – материал Марины Матвейшиной. Беспилотники на страже чистоты в мэрии Самара совместно с силовиками планируют использовать летательные аппараты для борьбы с незаконными свалками. Видео и фотофиксации сброса отходов необходимы и очень удобны, особенно когда не удается застукать нарушителя на месте преступления и приходится доказывать его вину. Беспилотники также помогут обнаружить и новые места своза мусора. В этом году органы полиции активно подключились к борьбе со стихийными свалками. И это уже дает свои плоды. Порядка 50 пронарушений были предотвращены на месте путем вмешательства органов полиции и инспекторов департамента. То есть отвал грунта был предотвращен. Положительное снижение количества свалок налицо. Поэтому и всякое содействие именно привлечения водителей за вывоз грязи на проезжую часть после сброса отходов. Соответственно, здесь мы работаем, привлекаем водителей к административной ответственности. Несмотря на то, что за последние три года количество свалок сократилось в три раза, этот вопрос все еще остается актуальным для Самары. Сейчас на территории города находятся 170 мест незаконного складирования как бытовых, так и строительных отходов. Олег Фурсов призывает полицию применять к нарушителям более жесткие меры, вплоть до привлечения их к обязательным общественным работам. Кроме того, такие люди должны проверяться, что называется от и до. Отсутствие разрешения на работу, задолженности по налогам и штрафам. Мы говорили о том, что в отношении этих перевозчиков нужно создать невыносимые просто условия. Значит, во-первых, они возят все это вечерами, по ночам. И патрульные машины, по-моему, без особого труда могут их останавливать, интересоваться, куда они везут этот груз. Ну а в случае, так сказать, если мы видим, что происходит несанкционированный сброс, по полной программе, значит, надо их наказывать. В борьбу с незаконными свалками активно включились и районные администрации. Это входит в список их полномочий. Общероссийский народный фронт отмечает, улучшения видны невооруженным глазом, но есть куда стремиться. Нужно привлекать активно граждан, общественность, и мы тоже в этом направлении не будем работать. В городе начнет работу горячие линии, на телефоны которой смогут звонить неравнодушные самарцы и рассказывать о фактах незаконного складирования мусора. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Репетиция коммунального коллапса. Городские власти провели тренировку устранения чрезвычайной ситуации, когда в морозы отключится отопление. Это не только испытания передвижной котельной и сопутствующей техники, но и проверка слаженности между службами. С места предполагаемой аварии репортаж Марина Матвеевшиной. На улице минус 20 из-за коммунальной аварии отключен от отопления весь многоквартирный дом. И несмотря на то, что это всего лишь легенда, но даже в таких выдуманных условиях коммунальщики развернули настоящую спецоперацию по предотвращению чрезвычайной ситуации. Дом номер один по Смышляевскому шоссе в зоне риска. Он получает тепло от ведомственной котельной, из-за которой уже случался перебой с подачей тепла. Городские власти меж тем держат руку на пульсе и заранее тренируются устранять чрезвычайные ситуации. Если будет какой-либо форс-мажор по этому жилому дому, то город не останется безучастным и в течение двух-трех часов полностью восстанавливано будет теплоснабжение и обеспечено коммунальными услугами жителей этого дома. На площадке рядом с домом расположили передвижную котельную. Подключили и тепло пошло в дом. Работает агрегат на дизельном топливе. Мощности в 3 мегаватта хватает, чтобы обогревать несколько многоэтажек в течение всей зимы. Полностью автоматическая котельная. Такая же, как и любая стационарная, но достаточно современная. Поэтому это достаточно безопасная и удобная в эксплуатации. В момент, когда отопление уже отключено, а мобильная котельная еще не запущена, в подъездах работают тепловые пушки. В первую очередь, говорят специалисты, нельзя допустить, чтобы дом остыл. На место ЧП прибывает пункт управления главы города. Это специально оборудованная машина, где есть все необходимые средства связи. Здесь же ставят видеокамеру. Голова может просто у себя даже с ноутбука посмотреть, что здесь происходит. Есть такая программа, которая туда подключается. Современная техника, так сказать, она вот работает. В самом крайнем случае жители эвакуируют в пункт временного размещения. Его оборудуют в школе, куда привозят все самое необходимое. Им вывезены раскладушка, матрас, подушка, комплекты постельного белья, полотенце, прикроватные коврики, тапочки индивидуальные. Также вывезены электрические чайники, электрические фонарики и комплекты для употребления пищи разовой. Питание организуют в школьной столовой. Женщинам с малышами предоставляют комнату матери и ребенка. Находиться в таком пункте люди могут до пяти дней. Предполагается, что в течение этого времени либо устранят ЧАЭС, либо найдут эвакуированным более удобное жилье. Марина Матвеевшина, Василий Кладошов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Новокобышевске по подозрению в убийстве женщины и сына задержан мужчина. О зверской расправе стало известно в четверг. Тела матери и сына с множественными ранами были обнаружены в квартире на улице Победы. Подозреваемый задержан на 72 часа. Кто он, какое отношение имеет к погибшим и на чем основываются подозрения, пока неизвестно. В оперативных службах говорят, что если улик не будет найдено, мужчину отпустят. Следственное управление Следственного комитета тоже проверит информацию об избиении ребенка в Тольяттинской школе. Напомним, 27 октября в СМИ появилась информация о том, что якобы 29 сентября учительница Тольяттинской школы ударила 8-летнего мальчика головой о парту. О происшествии силовикам сообщила бабушка ребенка. Позже в полицейском главке опровергли эти данные. Проект моста через Волгу у Климовки подготовят в первой половине 2017 года. Напомним, что данный проект власти планируют реализовать с помощью федерального финансирования за счет средств, полученных в результате работы системы Платон. Мост соединит правый левый берег Волги от Климовки до автомобильной дороги Тольятти-Ягодная с выходом на трассу М-5 Урал. Его протяженность составит 3,8 километра. Из Самары вновь напрямую можно будет улететь в Дубай. Первый вылет запланирован на 29 октября. Кроме того, в осенне-зимнюю навигацию перевозчик будет осуществлять прямые регулярные рейсы из Самары в Душанбе, Ереван, Москву, Ож, Сочи, Тель-Авив, Дубай и Худжанды. Боковой проезд Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Бубнова будет закрыт с понедельника 31 октября. По этой причине в Самаре изменятся маршруты автобусов К-56, 96, 203, 261, 206 и 205. Подробную схему движения можно посмотреть на сайте городской администрации. Далее новости экономики. Почему компания Тойота отзывает почти 6 миллионов машин и сколько стоит новая «Лада Веста» знает наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена на нефть в конце недели стабилизировалась после падения накануне. Сегодня за один баррель марки «Брент» дают 50 долларов 50 центов. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 90 копеек, евро 68 рублей 67 копеек, золото стоит 2572 рубля, серебро 35 рублей 79 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 64 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 76 копеек. Банк России сообщил о выпуске в обращении пяти новых памятных монет из серебра и золота. Они посвящены 175-летнему юбилею сберегательного дела в России. Две монеты номиналом 3 и 50 рублей уже в обороте. Остальные появятся 1 декабря. Из-за проблем с подушками безопасности Toyota отзовет почти 6 миллионов машин по всему миру. Речь идет об автомобилях, которые произвели с 2006 по 2014 годы. В дилерские центры «Лада» начались поставки седанов «Веста» с новым для этой модели двигателем и трансмиссией. Стоимость такой «Весты» в комплектации «Комфорт» начинается от 632 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! День народного единства 4 ноября пройдет в Самаре дружно и вкусно. Основные торжества развернутся на площади Куйбышева. С 8 утра начнут работать тематические площадки. На специальной площадке свои достижения представят сельхозпроизводители. Можно будет не только приобрести продукцию гончаров и ткачей, но и посетить мастер-классы. Также на площади откроется выставка сельхозтехники. Всего два десятка современных комбайнов и тракторов. В программе запланировано и необычное шоу. В танце закружится многотонная строительная техника. На главной концертной площадке выступят творческие коллективы города и пройдет торжественный митинг. Также с самого утра на площади будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят 24 района области. Мы очень просили представить максимально широкую линейку продуктов по социальным ценам. Для того, чтобы все посетители данного мероприятия могли удовлетворить свои потребности, свои вкусы в самых свежих и в то же время недорогих продуктах питания, которые в этом году наш регион произвел в достаточном количестве. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2018. В России погасили восьмую серию марок легенды футбола. Крылья Советов проиграли Кубок России. Крылья Советов выбыли из розыгрыша Кубка России по футболу. В одной восьмой финала на газоне «Металлурга» авиаторы принимали московских железнодорожников. Счет в матче открыл локомотив на 20-й минуте. Майкон из-за пределов штрафной поразил ворота Евгения Конюхова. В ответ Крылья Советов не сумели организовать ни одной по-настоящему голевой ситуации. Гости оборонялись грамотно. Первый гол, который мы забили, он сыграл такую громадную роль. Для того, чтобы в следующее время нам играть такие в контратакующие действия, что нам и удалось. Во втором тайме Крылья Советов побежали отыгрываться. Заработали штрафной на 50-й минуте. Но, увлекшись его исполнением, не заметили, как локомотив укатил на всех парах в контратаку. Александр Самедов хладнокровно отправил второй мяч в ворота Крыльев Советов. А еще через 13 минут счет не в пользу хозяев стал неприлично разгромным. 3-0. Чтобы не потерять лицо перед своими болельщиками, Советы расправили крылья. И последние 15 минут матча постоянно атаковали ворота локомотива. Франк Веркаутерн, главный тренер самарской команды, сделал несколько замен. Одна из которых выстрелила голым престижем. Отличился Алан Чочиев. Сегодня мы можем быть только разочарованы. Многие вещи пошли не так, как мы хотели. У футболистов не было желания выиграть, и они не выполнили план на игру. Надо было побеждать не в конце матча, а с самой первой секунды. Крылья Советов проиграли московскому локомотиву 1-3 и вылетели из розыгрыша Кубка России на стадии 1-8 финала. В четверть финале железнодорожников ждет ТОС на Ленинградской области. Еще три пары розыгрыша Кубка страны по футболу. Махачкалинский Анжи и Уфа, Новосибирская Сибирь, Казанский Рубин. Урал из Екатеринбурга сыграет с Краснодаром. Охотник за футбольными марками Александр Казаченко бросает все дела в Саратове и приезжает специально в Самару. Нагашение марок, посвященных чемпионату мира по футболу в России. Сегодня это его уже восьмой визит. Теперь у Александра в коллекции еще семь легенд футбола. Именно так называется эта серия. Чтобы собрать полный комплект, у филателиста уйдет на это не один год и не одна тысяча рублей. Маркеты все одинаковые, просто гашение других городов. Такие же коллекционеры, такие же увлеченные люди, обмен. А что нет, будем покупать. Интересно история, игры в России, когда это еще будет. В этом выпуске семь марок. Это первая серия легенды футбола. Впереди еще две. В коллекцию попали. Виктор Банников, серебряный призер чемпионата Европы. Константин Бесков, серебряный призер Кубка Европы. Николай Латашев, обладатель золотого свистка FIFA. Слава Митривели, неоднократный участник чемпионата мира. Николай Морозов, главный тренер сборной Советского Союза в 60-е годы. Игорь Нета, олимпийский чемпион. Игорь Лемзян Хусаинов, капитан сборной СССР. Воспитанник крыльев Советов. Все те, кто олимпийский чемпион, кто выигрывал Европу. Да, великие они. Я думаю, Големзян один из них. Он достоин того, чтобы быть вечно на этой марке запечатленным. Это наш человек, память о нем будет всегда с нами. Марки футбольной серии чемпионата мира 2018 вряд ли можно будет увидеть на конверте или открытке. Их всего выпустили 200 тысяч. Две с половиной тысячи погасили в Самаре. Для коллекционеров это редчайший экземпляр. Тот, кто соберет все марки серии со всех городов участников футбольного чемпионата, станет не только известнейшим человеком, но и при случае – миллионером. Собрать с каждого мероприятия, с каждого гашения, коих было уже на сегодняшний день, восьмое состоялось, собрать по конверту с маркой и отиском штемпеля очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому действительно это большой труд, которому надо уделять очень много времени. И только увлеченные люди это делают. Поэтому это действительно сложно, и это будут большие и редкие коллекции. Марочная эпопея, посвященная чемпионату мира по футболу 2018, стартовала в России в июле. Первая коллекция отобразила участие нашей страны в мундиале разных лет. Вторая представила все города и стадионы, которые примут матчи российских игр. Изображена на марке и Самара-Арена. Третий выпуск в нескольких сериях рассказывает о легендарных игроках, тренерах и судьях. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова